Крымская война 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 Вернее, даже не судьба самих храмов, а кто из христиан, из различных ответвлений христиан, католики, православные, может быть армянская церковь, имеет право обладать так называемыми ключами от храмов. Ну и Россия попробовала надавить на турок, и вот это наше стремление надавить, заставить Турцию отдать ключи от храмов нам, в общем, по большому счету, испровоцировала войну, стала поводом для войны. Таким образом, к 1853 году обстановка накалилась, наше внешнее политическое ведомство во главе с Неселеродой считало, что у России очень хорошие шансы на успех. Турция слаба, мы ее били неоднократно, победим и в этот раз, достаточно будет всего лишь припугнуть. Франция и Англия. Наши соперники вряд ли договорятся между собой, у них между собой вековые споры. Французы наверняка побоятся современ Наполеона, ну, как считал Неселеродой, как считал Николай, они нас опасаются. С англичанами в крайнем случае можно будет договориться. Австрия должна быть нам благодарна за то, что совсем недавно, 4 года назад, мы помогли ей подавить революционное движение внутри империи, подавить восстание в Венгрии. Ну, а с Пруссией нам, в общем, по большому счету, делить нечего. Более того, Пруссия, возможно, наш союзник по борьбе с революцией и так далее. Соответственно, у нас все получится. Вот такие внешнеполитические расчеты выдавал министр иностранных дел Неселероде, ну, и, соответственно, выдавал это же примерно и Николай. Ну, о том, почему стала возможна такая ошибка, почему и Николай, и Неселероде так ошиблись в своих расчетах, наверное, имеет смысл поговорить подробнее. Война начнется в 1853 году. Формально и юридически начнет ее не Россия. Российские войска, правда, перейдут Дунай и войдут на территорию дунайских княжеств. Соответственно, Молдавия, Валахия. Ну, и, в общем, формально мы войну не объявляли, да, но наши войска перешли границу. Турки в ответ предъявят нам ультиматум и, в принципе, Николай, увидя реакцию в Европе, увидя, что и Англия, и Франция, и Австрия, и Пруссия явно не одобрили эти наши действия, готов был уже войска, в общем-то, выводить из дунайских княжеств, ну, или, по крайней мере, идти на какие-то переговоры. Но маховик войны был уже запущен. Турецкое правительство, получив поддержку от французов, от англичан, само объявляет войну России, и в 1953 году боевые действия начинаются. Первым театром боевых действий станут Дунайские княжества. Война там будет вестись достаточно так, ну, вяло, скажем. Ну, и Черное море — это второй театр боевых действий, и третьим театром боевых действий был Кавказ. Итак, боевые действия в Аллахии, Молдавии продолжались с переменным успехом, и хотя в целом российские войска, ну, можно сказать, одерживали победы, но каких-то таких реальных, судьбоносных, что называется, побед одержано не было. Зато блистательная победа, одна из самых ярких побед в русской истории, состоялась 18 ноября 1853 года в Синопской бухте. Адмирал Нахимов разгромил, что называется, на голову флот Османской империи. Все турецкие корабли были, ну, или потоплены, или сильно повреждены, или взяты в плен вместе с командующим турецким флотом, который тоже, в общем-то, попал в плен. Победа в Синопском бою — это одна из наиболее ярких побед нашего оружия. Начнутся также боевые действия и на Кавказе. Боевые действия на Кавказе начались не очень удачно для российской армии. Атака турок на Сухум, ныне Сухуми, атака турецких войск на наши приграничные крепости, попытки турок проникнуть дальше, вглубь нашей территории, и связаться с горцами имама Шамиля, который в тот же период продолжал свою войну против Российской империи, создает опасность для российских войск на Кавказе. Однако, уже в конце 1953-го, начале 1954-го года удается переломить ситуацию, и российским войскам удается одержать несколько побед в районе крепостей турецких Карс, Ордоган, Батум. Пускай решающих побед еще не одержано, но на Кавказском фронте можно сказать, что тоже инициатива переходит на нашу сторону. В марте 1954-го года Англия и Франция объявляют России войну. Ну и, исходя из доктрины англичан, исходя из того, что, в общем-то, наши, конечно, не ожидали оказаться лицом к лицу не с одной Турцией, а сразу еще и с Англией, и с Францией, наши западные противники решают, по словам лорда Пальмерстона, будущего премьер-министра Великобритании, охватить Россию в кольцо со всех сторон. В соответствии с этой доктриной англо-французский флот, надо сказать, что помогало ему еще также и государство Сардиния, которое тоже вступило в войну против России на стороне Англии, Франции и Турции, пытается высадить десанты в разных точках России. На Балтике, в районе Аланских островов, в районе крепостей Свеобор, Кронштадт, будут попытки англичан-французов пробиться, высадить десанты. На севере, соответственно, Соловецкий монастырь, Архангельск на Белом море тоже стали объектом атаки со стороны англо-французского флота. На Дальнем Востоке, также на полуострове Камчатка, Петропавловская, ну, Петропавловск-Камчатский и нынешний подвергся атаке британского флота. Самое интересное, что несмотря на то, что самый передовой вроде бы флот, самые такие лучшие силы были сконцентрированы именно там, самые передовые орудия, победу одержать не удалось. И забавна тут история Соловецкого монастыря, который вообще по отчетам охраняли монахи. И даже здесь, хотя, в общем-то, вроде бы регулярных войск не было, у англичан ничего не получилось. Неудача на севере, неудача на Дальнем Востоке заставили Англию и Францию обратить внимание вновь на Дунайские княжества, на Черное море и, соответственно, на Крым, полуостров, в честь которого, собственно, и получила название данная война. Обращение России к союзникам, возможным нашим, Австрии и Пруссии, не дали результата. Более того, и Австрия, и Пруссия дали понять, что они не поддерживают Россию в этой войне и выступают за сохранение территориальной целостности Османской империи. Мы вынуждены вывести наши войска из Молдавии и Валахии, выводим их, и тут же туда, на нашу границу, заступают войска Австрийской империи. Ну, а союзники Англия-Франция в 1954 году в районе Евпатории в Крыму высаживают свой десант. Это у них получится. Соответственно, англо-французский корпус экспедиционный идет на юг, в сторону Севастополя, главного военно-морского порта России на Черном море, ну, а вообще одного из главных портов, портовых городов России. Здесь, на речке Альма, состоится сражение, знаменитое сражение, неудачное для российской армии. Меньшиков, который командовал нашей армией, отступил, но отступил не на юг, к Севастополю, а в другую сторону, на северо-восток и к Багчисараю, и, соответственно, Севастополь оказался не прикрыт вообще суши. Соответственно, в 54-м году, начинается, с сентября 54-го года, начинается героическая оборона Севастополя. Город оказался в кольце. В кольце как с моря, так и с суши. Оборона Севастополя стала одной из славных страниц нашей российской истории. Нашей российской военной истории. И хотя в результате эти почти год боев не закончатся успехом для российской армии, но действительно люди, моряки, солдаты, которые обороняли Севастополь, покрыли себя неувидаемой славой. Командовали обороной Севастополя известные российские адмиралы Корнилов, Истомин, Нахимов. Конечно, дольше всех обороной Севастополя руководил адмирал Нахимов. В бухте были затоплены корабли. Почти все корабли нашего Черноморского флота были затоплены. С них были сняты орудия. Соответственно, все, что можно было снять, и выставлены на берег. Для чего это было сделано? Чтобы английские и французские корабли не могли подойти ближе. Соответственно, город фактически был превращен в крепость. Жители встали на защиту города. Ну а оборонительными строительными, инженерными работами руководил талантливый инженер Тот Лейбен. Человек, которого мы еще встретим в дальнейшем. Который, ну тоже, в общем-то, своей работой огромный вклад несет в то, что Севастополь так долго и героически сопротивлялся. Помимо героизма солдат, помимо героизма матросов, уникальный, наверное, героизм впервые проявили и граждане, ну скажем так, мирные жители города. Женщины города, жительницы города Севастополь становились сестрами милосердия. Ну, знаменитая Дарья Севастопольская в истории России. Первая девушка, которая фактически каждый день помогала раненым, помогала больным, помогала умирающим. Ее примеру последовали другие жительницы Севастополя. И вот то единство, которое охватило защитников города, конечно, показывает о том, как же наши люди любили свою страну, свой город. К сожалению, силы были неравны. Ну, давайте, прежде чем говорить о грустном, прежде чем говорить о том, что в августе 1855 года пал Малахов Курган, и оборона Севастополя, в общем-то, прекратилась. Вспомним еще несколько человек, тех знаменитых людей, кто участвовал в обороне Севастополя. Это, конечно, наш прекрасный, знаменитейший врач Пирогов, который делал наркоз прямо, в общем-то, ну, что называется, на поле боя, осуществлял операции на поле боя. Это Лев Николаевич Толстой, служивший под Севастополем в рядах действующей армии и начавший писать свои знаменитые севастопольские рассказы. Но, опять же, повторюсь, несмотря на героизм защитников, несмотря на то, что многие из них отдали свои жизни за родину и за город, за город-порт, в августе 1955 года, после того, как англичанам, французам, туркам удалось завладеть господствующей высотой Малаховым Курганом, город фактически прекратил сопротивление. После этого корпус англичан-французов смог, ну, естественно, смог, потому что основные силы были в Севастополе, захватить и другие города, Керчь, Анапу, ну и так далее. Крым, фактически, южный берег Крыма, южная часть Крыма переходит под контроль наших противников. Еще в 1855 году, в начале 1955 года, умер Николай I. Его смерть и последующие за ней события подтолкнут и Россию, и наших противников к переговорам о мире. Парижский мирный договор, который был заключен в марте 1856 года, в общем-то и подвел итоги войны. Хотя первый итог войны, наверное, случился на год раньше. Можно так символично сказать, что смерть Николая I тоже во многом стала итогом Крымской войны. Ну, о смерти Николая, наверное, стоит поговорить немножко подробнее. Ну, а по условиям Парижского мирного договора, в общем, серьезных территориальных потерь Россия не несла. Устье Дуная мы возвращали, а Севастополь, ну и, соответственно, наши потери в Крыму обмендивались на турецкие крепости, которые удалось Муравьеву завоевать на Кавказе. Карс, например, ну и, грубо говоря, Карс был обменен на Севастополь. Хуже, унизительнее, пощечиной такой, знаете, для России были другие статьи договора Парижского. Черное море объявлялось нейтральным. То есть, вроде бы формально ни одна страна не имеет права держать там военный флот, ни одна страна не имеет права иметь там военные порты. Но и Турция, ну и тем более другие страны, о них вообще речи не идет, имели возможность, ну, там, я имею в виду Англию, Францию, да, у которых были другие военные порты, совершенно на других морях и океанах. Могли, естественно, иметь их в другом месте. Для России это было, конечно, ужасно, да, то есть, наша южная граница фактически оказывается беззащитна, да, и без флота военно-морского, ну, он и так, правда, покоился на дне уже к тому времени, ну, и, соответственно, военных портов мы тоже не могли иметь. Более того, те христианские народы, которые определенную автономию уже получили, речь идет о Сербии, Черногории, вновь возвращались под более плотный такой контроль турецкого султана. Ну и в конце давайте, конечно, скажем о причинах поражения войны, хотя о главной причине поражения вполне стоит, наверное, сказать отдельно, ибо историки спорят о том, какая же все-таки причина нашего поражения была главной. Практически все говорят о том, что в первую очередь сказалось военно-техническое, технологическое, если угодно, преимущество англичан-французов. Христоматийный пример вы все наверняка помните его еще из курса восьмого класса, что англичане обладали нарезными оружиями, которые стреляли там на 500 шагов, а наши гладкоствольные стреляли на 200. У англичан был паровой флот, у нас, кроме нескольких кораблей, в общем-то, его не было. Помимо этого, техническое превосходство выражалось также в том, что у России не было естественно, ну неестественно, плохо, что у нас не было железных дорог, которые ведут на юг. Фактически была оборвана связь транспортная с Крымом, с Севастополем, и, соответственно, вообще транспортная ситуация в стране была такой, помните, две беды, дороги и сами знаете кто. Вот, так вот, транспортная ситуация была такой, что наладить подвоз, амбонирование, патронов, снарядов и так далее в армию, действовавшую в Крыму, было практически невозможно. Ну, все равно это все не объясняет, наверное, то, почему Россия проиграла. Дело в том, что и не очень стремилась наша власть, Николай Первый, ну а потом Александр, перебросить существенные силы на юг. Те чудовищные дипломатические просчеты, которые у нас произошли перед войной, ошибки Несельрода, ошибки Николая привели к тому, что мы в какой-то момент фактически оказались одни против всей Европы. Англия и Франция и Турция и Сардиния с нами воевали, Австрия не воевала, но на наших границах держала 100-150 тысяч, ну в зависимости от времени солдат, корпус такой, да, ну и Пруссия, хотя и, в общем-то, не собиралась с нами воевать, но тоже заняла крайне неблагожелательную по отношению к нам позицию. Что вы хотите? Восточный вопрос. Именно эта причина, ну а также гнилость вот этого нашего аппарата, да, неповоротливость чиновничьего аппарата, как ни странно, но и среди военных не окажется таких талантливых, толковых полководцев, потому что, ну, адмиралы наши Корнилов и Стомин, Нахимов, они ведь все погибли там, в Севастополе, да, вот, а Меньшиков, ну посмотрите, бездарнейшее поражение от очень небольшого в целом-то по численности отряда англо-французской армии. Ну и в заключении, конечно, хочется сказать вот что. Вот эта Крымская война, поражение в Крымской войне, причем позорнейшее поражение в Крымской войне, поражение от не самых больших сил англичан-французов, ну, конечно, там были еще турки, да, там, конечно, был флот трех держав, ну, Сардинию еще можно посчитать, вот. Вот это поражение, оно показало всему обществу и власти, и народу, и дворянству, в общем, умным, умнейшим людям из дворянства и горожанам, что дальше так жить нельзя. Ну и именно поражение в Крымской войне, сама Крымская война приведет к тем многочисленным реформам, которые начнутся в следующую эпоху и о которых мы с вами поговорим на наших следующих уроках.